Питер превратился в осюки. Контора Росконгресс, организовавшая ПМФ, чуть не сказала ПМС, которую раньше, к слову, возглавляли такие персонажи, как Греф и Набиулина, похоже, взяла на вооружение гениальная идея Стопа Бендера по проведению международного шахматного турнира. Сотни миллионов, а чем черт не шутит, может и миллиардов, потрачено на очередную ежегодную тусовку с самопровозглашенной элитой. С песнями, плясками и вискарем, почти поляму за бутылку. Петербуржский международный экономический форум гулял так, что хоть всех святых выноси. Потраченный на никчемную тусовку, деньги однозначно вернутся главным участникам мероприятия, причем с большими процентами. Билетик за потусить с сильными мира сего и послушать Путина живьем обошелся участникам экономической фантасмагории в 960 тысяч рублей. Билетик один. И это без койко-места и минимального приема пищи. По последним двум пунктам свои заоблачные тарифы. Гостиницы, принимающие гостей, задрали ценник до неприличия. Рестораны, кафе и бары, обслуживающие эту ярмарку, тщеславие, просто охренели. Коры и гненка за 17 косарей и пол-литра банаквы, которая в любом супермаркете стоит меньше 40 рублей за пятихатку. Впрочем, понятно, что ни гостиницы, ни питерские общепит задействованы в этой бендеровской афере солидных денег не получат. Так, возможно, преференции. Все остальное идет на откаты. Мы же помним, что Остап Ибрагимович знал 400 сравнительно честных способов по отъему денег у населения. Так это почти 100 лет назад, а уж последователи это точно поднаторели. Например, за один билет на инаугурацию Путина они брали 15 миллионов. Риторический вопрос, а знает ли президент, почем его продают? За такие деньги можно и деревеньку на Лазурном берегу прикупить. Питерцы, а вы-то уже поняли, что стали васюковцами? Гордость за проживание в северной столице стараниями кремлевского олигархата становится все сомнительнее. Найте вам перекрытие главных магистралей и передвижение по паспорту. Найте вам мост в честь Ахмата Кадырова. К этой фамилии мы еще вернемся. И никто у вас не спросил, а нахрена вам такие движники с парализацией города? Зато все федеральные каналы с утра до ночи трезвонят об уникальности и эффективности Международного экономического форума. Без ума, без памяти цитируют доклад Путина. Хотя вся суть доклада умещается в анекдоте про секс с гимнастом. Подход, толчок, соскок, поклон. Иностранцы, чего греха таить, от мероприятия открестились. Мол, чур меня чур. Зато местные сплотились в едином порыве. Судите сами, какие люди там решали экономические проблемы страны. Володя Путин и Даня Милохин. Понятно, почему в качестве почетного гостя Росконгресс пригласил 19-летнего тиктокера Милохина. Впереди выборы и многомиллионная молодежная аудитория поющего детдомовца совсем не помешает. Но честнее было бы пригласить другого тиктокера-миллионника. Жаль, фамилию не вспомню. Он себе на голову таз лапши вываливает. Шесть миллионов просмотров. Вот это прям самое оно. Самое, что ни на есть правдивая иллюстрация взаимоотношений власти и народа. А пока в Питере пили, в России происходили другие, куда более интересные события. Алексей Навальный отметил 45-летие. И в этот же день отчинаш Владимир Владимирович, несмотря на страшную занятость в Нью-Высюках, подписал закон о запрете на участие в выборах всех уровней для граждан, причастных к деятельности экстремистских организаций. Кое, в частности, признан ФБК. Не причастных к фонду борьбы с коррупцией, но подозреваемых в нелояльности к действующей власти и вероятных кандидатов на выборы в Госдуму тупо зачистили. Пока в Петербурге гулял форум, к Дмитрию Гудкову пришли с обысками. Задержали и фактически вынудили по освобождению покинуть страну. То есть на выборы в Госдуму администрация президента теперь может полностью забить. Там по определению будут только свои. Заодно для укрепления результата на федеральных каналах интенсивно крутили интервью с задержанным в Беларуси Романом Протасевичем. Поганейшая и отвратительная КГБшная мерзость, наглядно демонстрирующая, как с помощью пыток и запугивания можно ломать судьбы очень достойных людей. У меня по этому поводу есть идея для российского телевидения. Вот прям дарю. Вы крутите денные ножны извинения поставленных на колени чеченцев, осмелившихся сказать слово против пехотинца Путина Рамзана Кадырова. Глядишь, и те немногие, кто еще проживает в России, и осмеливается открыть рот против обколотого ботоксом царя-батюшки подзаткнуться. Я Мария Лондон, это была картина «Матом». Если вам интересен наш контент, подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте. Благодаря вашим донатам мы совсем скоро выйдем на самоокупаемость и сможем расширить формат. Ваша поддержка – это гарантия нашей жизнеспособности. Берегите себя и оставайтесь с нами.